я тебе не верю но это ваше какое-то традиционное украинское состояние не верить начинаешь про политику сразу и это не про политику я сейчас про жизнь это про политику нет не 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 вы знаете вот я очень старенький человек я помню даже когда служил вот у меня на точке служил тоже вот ваш земляк хрен что докажешь о земляк это ты правильно сказал но мы тогда все были земляками потом правда у вас на украине что-то двинулась и вы решили типа с это как она независимость получить это ты сказал тебе никто не кинул за язык и сказал украинская и что ваша украинская тупость да ну и что это национальная как говорится ваше обличие 1 тем более это это вот такие как ты поделили русский народ и нет да я кстати всегда говорил что все жители украины все жители украины тоже русские люди так же как и жители грузии казахстана и тому подобное товарищ сталин так говорил помнишь как товарищ сталин сказал я говорит русский грузинской национальности вот это правильно разве не так ну вот видишь а ты чего отстаиваешь какие ценности я коммунист вау давно ну с 15-го года точно понятно и прямо в партии кпрф а в какой партии ни в какой ты смотри по убеждению коммунист я согласен с тобой правильным как говорится правильная дорога идешь товарищ вот тут тут тебе верю потому что ты вспомнил поставим я сейчас вспомнил про ленин сталин говорил чуть другие слова вот и как коммунист все-таки не должен путать немножко сталина и ленина хотя и тому и другому говорится почет и уважение правильно а кому у тебя еще почета и уважение из так скажем правителей нашей компартии бывшей компартии почет и уважение ну кого ты выделил и сказал а бери и и согласен как жукову относишься ну он там потом облажался конечно конца согласен вели полководец должен оставаться полководцем правда как говорится генерал должен оставаться генералом как только ты полез в политику и хотел якобы там пробиться куда-то так тебе и сожрали раз ну и ты получается стал предателем 2 и честно говоря я частенько частных беседах особенно говорю что да именно из-за жукова уничтожили берию и именно потом из-за жукова получается вся эта цепная реакция вся эта цепочка но очень-то покатилась ну как говорится в болото вот если бы жуков не поддержал берию хрен бы получился этот переворот имеется ввиду хрен бы берию скинули и скорее всего к власти бы не пришел естественно хрущев а если бы к власти не пришел хрущев то скорее всего наша великая страна ссср по-прежнему бы существовала и скорее всего не вот никакой вот этой войны и тому подобное ничего бы не было конечно личность истории это важно но просто это очень важно большинство людей никогда не хотели строить коммунизм поэтому понятие коммунизм разное у всех кто-то себе придумал сказку кто-то как говорится отталкивался от реальности посмотрите на китай там компартия уже отметила столетие даже уже больше да вот и смотрите как они развиваются у них компартия причем именно основа их него строя потому что она четко понимает что надо кроме министров промышленности еще иметь и идеологическую как говорится основу которая будет особенно тыкать в недостатки и их исправлять например бороться с той же коррупцией и так дальше поэтому утверждение что советский союз не имел будущего это полная херня так это опять же почему в китае все там так сложилось потому что большинство людей не хотят строить коммунизм как коммунисты на примере советского коммунисты китая на примере советского союза сделали выводы они на нем они не разрушили свою страну как это сделали коммунисты советского союза они дали большинству китайцев которые хотят капитализма капитализма это они всего лишь повторили сталинскую экономику в основном. Понимаете, когда у нас были артели и тому подобное. Именно да. Я понимаю, что вам это как-то странно для вас звучит. Но это так. Я не знаю, про что вы тут огромные. Сколько раз вы были в Китае? Там что, не то огромные компании? Какие артели? Понимаете, огромные компании, которые продают кроссовки, похеру, это не есть градообразующие предприятия или образующие предприятия для страны. Страна должна заниматься основными направлениями и в первую очередь контролировать ресурсы. И если это, допустим, завод, связь, телеграф, железные дороги, транспорт и тому подобное, это все контролируется именно государством. Я живу тут рядом, во-первых, это сам все вижу, во-вторых, специально интересовался. А вы что, уже не в Америке, а в Китае? Я на данный момент во Владивостоке. Можете приехать во Владивосток, сесть на автобус и в качестве, как говорится, туриста без визы заехать в Китай абсолютно свободно. Как только вы едете в составе группы, даже виза не нужна. Вы уже постоянно будете в России? Я стараюсь. Если бы не было дебильных санкций, я бы уже давно отрапортовал, что да, все сделано и, может быть, даже пригласил бы вас в какой-нибудь интересный проект. Но пока, есть то, что есть. Понял. Вот как-то так. Это прям, я вам скажу, это прям поступок очень крутой, то, что вы приехали в Россию. Да, ну, к сожалению, меня во многом и обманули, и, к сожалению, мой возраст все-таки дает о себе знать. Не потому, что я там чего-то сам не могу, а потому, что люди все-таки шарахаются от специалистов в моем возрасте. Вот. Поэтому очень довольно-таки но обидно, я бы так сказал. Мне очень обидно. Ну, да ладно. Стиснув зубы, я не сдаюсь. Русские же не сдаются. А вас, типа, вас не берут на работу, потому что у вас возраст? В основном. Я вот недавно здесь участвовал в одном проекте, в одном форуме, которым, ну, в принципе, я его, можно сказать, ну, организовывал, один из организаторов был. Очень тяжеловатенько работать с людьми, которым 30 лет. Не потому, что тяжеловато с ними работать, а потому, что люди почему-то думают, что я с чем-то не справлюсь. Хотя мой опыт, тем более там, да, тамошний, особенно Лас-Веговский, где особенно проводят мировые конференции, огромнейшие, ну, просто переплевывает их всех вместе взятых. Ну, вот как-то так. Ну, да ладно. Глупость. Ну, это, знаете, когда особенно в каких-то кругах руководящих есть люди, как упертые, примерно, как он, мы видим на Украине, это такая гадость. А еще хуже всего, когда вдруг там какие-нибудь дураки засели, и еще и с инициативой. Хуже дурака, только дурак с инициативой. Вот, поэтому невозможно доказать, даже если на цифрах что-то объясняешь. Как мне интересно, сказали в одном месте, я говорю, почему делается вот так и так, здесь потеряли, там потеряли, здесь не так. И в результате все гораздо хуже, чем можно было бы сделать. Молчание такое было, потом человек, один из главарей, так скажем, компании говорит, ну, нам-то зато так удобнее. О! Я, я аж это самое, как говорят американцы, спичлис, то есть я, я даже не знал, что сказать, типа, чего, блин? конечно. Я бы тоже не перевернулся. да, развернулся, пошел, думай, да, это все, это значит не докажешь, бесполезно. Это бесполезно. Вот такая штука, да. Ладно, вас с наступающим Новым Годом. Вам тоже всего хорошего. Вот, всего хорошего, пока-пока. Вот, немножко поспоминали, так скажем, Компартию, Компартию Советского Союза. Человек, конечно, явно зашел под флажком Украины. Сначала думал, что он именно с Украины, но, сами понимаете, явно нет. Вот, но, тем не менее, может быть, кто-то опять-таки подчеркнет для себя с этого ролика, что Советский Союз имел огромное-огромное будущее, если бы нас не развалили. Блин, всем понимание, спасибо за внимание, пока-пока.